От усталости шатаясь, ленинградцы шли на улицы и слышалось ура, и сквозь слезы начинали обниматься, все, закончилась блокадная пора. В честь открытия выставки, посвященной 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, ученики 4-го класса Барвихинской школы читают ленинградский салют Татьяны Варламовой для почетных гостей. Среди них ветераны, депутаты-единороссы Одинцовского городского округа, специалисты по работе с молодежью. Мы для ребят пытаемся донести очень простую мысль, что если вокруг целого ряда, целой плеяды событий Великой Отечественной войны не будет какого-то ритуала, не будет какого-то движения, то, собственно, это все уйдет. И поэтому, когда нам говорят о том, что мы должны бороться за сохранение исторической памяти, вот, я считаю, это элемент как раз этой борьбы. Мероприятие проводится регулярно, однако впервые в этом году ленточку по случаю открытия выставки историко-патриотического клуба память разрезает ребенок. Несколько дней назад 10-летняя София Емельянова выяснила, что ее прабабушка во время Великой Отечественной была в числе тех, кто возил по дороге жизни продукты и эвакуировал людей из Ленинграда. Я не знала то, что моя бабушка возила в Ленинград, еду, больных оттуда забирала. Ну, было удивительно. Галине Николаевне 27 января 1944 года исполнилось 6 лет. Но основной радостью стало полное снятие блокады, парад и салют в честь этого долгожданного события. Среди ярких детских воспоминаний также ощущение жажды и голода во время блокады. Голод, он, наверное, такой жестокий, что вот это запоминается. Например, я не помню, как я страдала от голода, а помню, когда мне доставался кусочек какой-то, когда я его принимала. После торжественного открытия выставки дети провели экскурсию по мемориальному объекту Одинцовский-Невский проспект. Рассказали о знаковых для жителей блокадного Ленинграда вещах. Среди экспонатов там представлены щипцы для тушения зажигательных бомб, каски, весы и продуктовые карточки. Возможно, это самые страшные реликвии нашего мемориального объекта. Весы и карточки отмеряли время жизни ленинградцев. Потеря карточек означала верную смерть, а отмеренные на весах граммы блокадного хлеба даровали надежду на жизнь. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.